Среда, 8 мая. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко в студии Юлия Войнар. Здравствуйте. Российские войска выпустили более 50 ракет и 20 беспилотников по 7 областям Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По информации генерального штаба ВСУ, в Киевской области ранены два человека. В Запорожской области без пострадавших, но повреждены энергетические объекты. Гражданская инфраструктура, пожарная часть и офисные здания. Было очень тревожно. Утро было громкое. Мы слышали ракеты, которые пролетали мимо нашего дома. Потом был очень сильный взрыв, после которого в нашем доме вылетели все окна. В результате ночного обстрела, по данным Донбасской топливно-энергетической компании, на трех теплоэлектростанциях Украины серьезно повреждено оборудование. Во Львовской области российские ракеты попали по двум объектам энергетической инфраструктуры. Ночью было громко и в оккупированной Луганской области. Там горела нефтебаза. Пять работников предприятия пострадали. Об этом сообщил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он обвинил в обстреле украинскую армию и заявил, что удар был осуществлен ракетами Атакамс. Польские пограничники задержали военного, который дезертировал из российской армии. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в эфире радиостанции РМФ. По данным погранслужбы Польши, речь идет о 41-летнем мужчине, гражданине России, который незаконно пересек границу с Белоруссией. По данным радиостанции, у мужчины нашли контракт с российской армией. Он бежал с войны в Украине, но был без оружия и в гражданской одежде. Обращался ли за международной защитой в Польше, неизвестно. Польская погранслужба не подтвердила, но и не опровергла информацию журналистов, отметив, что в отношении нарушителя границы проводят, цитата, дальнейшие действия. Китай резко поднял стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Беларусь. Об этом сообщает белорусский транспортно-логистический портал Инфотранс. Цены выросли в среднем на 500-800 долларов. Тариф зависит от станции отправления. Рост цен вызван сокращением количества свободных контейнеров КНР, а также большими пробками на границе. Кроме того, Китай повысил тарифы на морскую доставку. Рост цен составил от 800 до 1500 долларов в зависимости от порта отправления. Причина подорожания аналогичная – нехватка свободного места. Напомню, на днях крупнейшая в мире транспортно-логистическая компания МЭСК предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках. Администрация Джо Байдена приостановила поставку более 3500 тяжелых бомб в Израиль из-за опасений, что они могут быть использованы во время штурма города Рафаха на юге сектора Газа. Сейчас, по словам источников издания New York Times, США рассматривают вопрос о том, следует ли приостанавливать будущие поставки оружия, в том числе комплексов наведения. Город Рафах считается последним оплотом террористов из организации «Хамас». Тель-Авив не раз заявлял, что военная операция в секторе Газа закончится только после полной победы над пропалестинскими боевиками. Между тем, в городе находится более миллиона гражданских беженцев, которых Израиль призывает покинуть городские кварталы. На этом фоне в Каире при посредничестве США, Египта и Катара продолжаются переговоры между противоборствующими сторонами. Они направлены на достижение временного прекращения огня, которое должно сопровождаться освобождением некоторых израильских заложников, удерживаемых «Хамас», в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. После проведения операции в Рафахе группировка «Хамас» заявила, что согласно на условия перемирия, предложены катарскими и египетскими посредниками. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что предложение не соответствует требованиям Израиля. «Вчерашнее предложение «Хамас» было направлено на то, чтобы предотвратить ввод наших войск в Рафах. Этого не произошло. Как единодушно решил военный кабинет, предложение «Хамас» очень далеко от необходимых требований Израиля. Израиль не позволит «Хамас» восстановить свое злое правление в секторе Газа. Израиль не позволит ему восстановить свой военный потенциал, чтобы продолжать стремиться к нашему уничтожению. Израиль не может принять предложение, которое ставит под угрозу безопасность наших граждан и будущее нашей страны». Если вы смотрите наш выпуск на YouTube, поддержите нашу работу, поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Провокации на митингах против так называемого закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за рубежа. Об этом сообщает местная СМИ со ссылкой на службу госбезопасности страны. Спецслужбы подчеркивают, что в этой схеме якобы задействованы граждане Грузии, находящиеся за рубежом. В частности, среди них якобы есть воюющие в Украине, которые готовы приехать в Тбилиси. Уличные протесты против принятия репрессивного закона, который оппозиция называет пророссийским, вновь вспыхнули минувшим вечером. Сегодня протестующие намерены снова выйти на улицы грузинской столицы. Ранее президент Грузии Саламез Рубишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс. По словам президента, провокационные заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад. Во втором чтении так называемый закон об иноагентах грузинский парламент принял 1 мая. За проголосовало 83 депутата против 23. Окончательное третье чтение запланировано на следующую неделю. Полиция Латвии вместе с представителями Совета по электронным СМИ проводит рейды в поисках тех, кто незаконно подключает себе возможность просмотра запрещенных в стране российских телеканалов и стриминговых сервисов. Речь идет как о конечных потребителях нелегального контента, так и об интернет-провайдерах и операторах кабельного телевидения, которые предоставляют такие услуги. По данным госполиции, с начала года уже прошло около 300 таких рейдов. Возбуждено 4 уголовных дела. Еще полтора десятка нарушителей могут получить крупные штрафы. Сколько всего в Латвии может быть таких правонарушителей, полиция оценить затрудняется. Но подчеркивают, что по сравнению с предыдущими годами их стало гораздо меньше. В 2023-м Совет по электронным СМИ ограничил работу 132 веб-сайтов и 300 стриминговых сервисов. А еще летом 2022 года в стране было запрещено вещание 80 российских телеканалов. Запрет был введен согласно норме закона, предусматривающего отключение СМИ тех стран, которые угрожают территориальной целостности и независимости Латвии. Было отмечено, что ограничение в распространении сигнала будет действовать до тех пор, пока оккупированный Крым не будет возвращен Украине. Бывшая порно-актриса Сторми Дэниелс под присягой рассказала о своей интимной связи с экс-президентом США Дональдом Трампом. 7 мая актриса дала показания в суде Манхэттена, где проходит процесс над политиком и бизнесменом, а ныне кандидатом на пост главы государства по делу о фальсификации деловой документации. Трамп якобы нецеленаправленно использовал деньги из фонда избирательной кампании. Дэниелс заявила, что в 2016 году у нее был секс с Трампом за год до его первого президентского срока. Она также утверждает, что после этого Трамп заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Экс-президент США не единожды отрицал выплаты актрисе и интимную связь с ней. В суде бывшая порно-актриса рассказала, что познакомилась с Трампом во время турнира по гольфу, после чего приняла его приглашение поужинать. По ее словам, до ужина так и не дошло. Несмотря на показания, которые играют против бывшего президента, слова Дэниелс могут вызвать сомнения, так как в 2018 году она заявила, что секса с Трампом не было. Теперь адвокаты подсудимого утверждают, что показания Дэниелс в суде – ложь ради финансовой выгоды. В Швеции прошел первый полуфинал международного конкурса «Евровидение». За выход в финал боролись 18 из 37 конкурсантов. Второй полуфинал состоится завтра, а гранд-финал – 11 мая. Среди финалистов оказалась Украина, Финляндия и Литва. В этот раз конкурс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности в связи с антиизраильскими протестами в Швеции и других странах Европы. Ученые расшифровали фонетический алфавит кашалотов. Исследователи выяснили, что различные виды китов, населяющие океаны, используют для общения разные типы вокализации. Оказалось, что система общения млекопитающих более сложная, чем считалась ранее, и похожа на фонетику человеческого языка. Кашалоты общаются с помощью щелкающих звуков, которые немного напоминают азбуку Морзе. Во время экспедиции на Карибах ученые записали более 9 тысяч таких звуков, затем расшифровали их с помощью технологий искусственного интеллекта. Выяснилось, что кашалоты варьируют различные аспекты звуков в зависимости от ситуации. Например, изменяя длительность или добавляя дополнительные щелчки. Специалисты считают, что это открытие может стать толчком для изучения языков других животных. Это были все новости к этому часу. Итоги дня смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Увидимся завтра. Берегите себя и своих родных.